Здравствуйте, меня зовут Роман Грудинин, а я живу в Нью-Йорке, я подписчик тяде Наиля и слушаю его все видео и смотрю, и так я обучился ремонтировать свою Жигули, свою тройку, которая находится в Нью-Йорке. Это не просто тройка, это как раз 33-я модель, и она одна из единственных, ну вообще-то она единственная 33-я в США и в Северной Америке. Эта машина мне досталась от бабушки одной, которая жила в Одессе. Бабушка выиграла ее в лотерей. Эта машина 1982 года выпуска и была полностью отреставрирована до блеска, до такого состояния, как она есть сейчас, в 2012 году. Здесь все детали, которые на ней, сделаны в СССР. Я не покупаю ничего сделанного в России, только все старые, все старые детали, и пересылаю то, что мне надо. Ну, кроме этих поворотников, это единственная болячка, а так на 99% машина в полном оригинале. Здесь даже вот, если подойти, посмотреть, здесь даже дворники сделаны в СССР. Вот здесь вот, видно, сделаны в СССР. Вот. И вот здесь тоже вот. И на всем пишется. Если посмотреть, у меня салон полностью оригиналь. И в оригинале. И здесь вот, в принципе, можно увидеть солнце такое яркое. Здесь вот можно увидеть, что его не переделывали, не перешивали, все такое. Он полностью, как и был, так и есть. В отличном состоянии. Даже добавил такое для вкуса. Беломор канал. Радио свое советское. Вот здесь вот. А машина... Сейчас я вам покажу, как я ее купил. Я ее купил вот в таком состоянии. Она была в таком вот состоянии. И вот под капотом было такое состояние. Я ее купил. Она вообще даже дверей не имела. Вот так вот. Все мы переделывали. Такая вот... Такой проект был. План не было в Америку машину отправлять. План был в Одессе ее оставить. Но, к сожалению, поменялось там все. Там была маленькая проблемка. В Одессе ее нельзя было оставлять. И я подумал, может в Нью-Йорке ее привезти. И вот сейчас я вам капот открою. Сейчас покажу под капотом. Мне здесь надо просто приделать... Вот я трубу картонных газов вытянул. И поставил в бутылочку. Это только на эту неделю будем делать какую-то там... Какой-то крепеж для этого. И красивее сделаем. А так... Здесь все советское. В принципе, здесь вообще кроме СССР, кроме аккумулятора ничего нет. И реле все свои. РР-380. РС-527. 702 и так далее. Свечи я пытаюсь найти, которые сделаны в СССР тоже. Но это чисто для себя. Разницы не сделать никакой в работе машины. А так... Ну, чтобы я знал, что у меня все советское. Вот здесь вот я даже наклейку находил, как она выглядела и заказывал, чтобы мне ее сделали. Такую же, как она была. Вот здесь вот табличка. Вот моя машина. Извиняюсь. Фокус такой вот. Здесь вот так. Изоляция под капот будет на следующей неделе. Из Венгрии заказал. И вот. Заказал фальш. Диски тоже из Венгрии. Но это были на... На Жигуле ставили, когда на выставку ездила машина-тройка. Вот. В принципе, она только завелась. Еще не прогрелась. Но я ее заведу вам на пару секунд, чтобы вы послушали, как движок работает. Она не заводилась... Она абсолютно холодная. Не заводилась два дня. Просто завел ее, чтобы вытянуть из гаража. Вот. Здесь обороты будут высокие, потому что подсос вытянут. Вот работа мотора ВАЗа, который находится в США, в Нью-Йорке. Зарегистрирован. Вот у меня номера на машине ВАЗ-2103 Нью-Йоркские. И спереди тоже. Вот работа. Я сейчас заглушу ее, чтобы дальше о ней рассказывать. Я могу, в принципе, рассказать, что когда машина приехала в Америку, она была реставрирована, и мотор после капремонта, но здесь ничего не было настроено. Было время, на которое мы заказали контейнер. Нам надо было эту машину загрузить в контейнер и сразу отправить в Нью-Йорк. А пересылка стоила машины 5000 долларов, это включая всех документов в Нью-Йорке и в Одессе, на Украине, откуда она выехала. Выплыла, можно сказать. Эта машина имеет интересную историю. Ее выиграли в лотерее. Эта машина в 1982 году выиграна женщиной, которая живет сейчас в Ильичевске. Она вышла, купила три лотерейных билета за 3 рубля. Первый лотерейный билет, это она выиграла Жигули. И у меня есть бумажка даже, которую из Москвы ей прислали и сказали, что ее билет действителен. И получила она свой приз. Вот. Это единственная вещь. Здесь бутылка, которую надо приделать немножко красивее, чтобы машина лучше работала. А так здесь все СССР. Здесь бампера экспортные. Здесь бампер имеет такое покрытие изнутри, белое, антикоррозинное. И вот красная эмблема, которая капотом закрыта. Но немножко тут видна она. Вот. В принципе, здесь все сделано так, чтобы было супер покрашено, она отполирована. Если я ее закрою, здесь вот так вот капот, чтобы вы увидели получше. Вот спереди еще раз. Здесь все сделано так, чтобы не просто лишь бы как, а когда мы нанимали людей, мы нанимали тех, которые все сделают правильно. Три месяца делали кузов и покраску, и мотор одновременно все делали. И потом, в принципе, отправили машину сюда. Через 28 дней она прибыла в Нью-Йорк. Я ее забрал домой, но еле-еле доехал домой, потому что мотор был после капиталки, но ни карбюратор не отрегулирован, ни зажигания, ничего. Мы еле добрались домой, потому что я вот лично, мне 18 лет, я не знал, как это делать. А вот начал смотреть видео дяди Наиля. И вот все быстренько научился. Вот она работает, как вы слышите, супер. Отрегулировал холостой ход, отрегулировал качество смеси, она была сильно богатая. Потом была какая-то другая проблема. Машина пукала, но мы не знали почему. Вроде же зажигание отрегулировали по стробоскопу. А дядя Наиль сказал на видео, что стробоскоп не всегда прав. И я как-то так подумал, ну как же может быть не прав, если там это физическая вещь, да? Книжка пишется там плюс-минус один градус, там пять градусов, или шесть, или даже семь. Но машина требует у меня десять градусов. И вот она работает при десяти градусах. А стробоскоп говорит, ну книжка говорит пять-шесть. Вот так лучше моя машина начала ехать после этого. А вот в Нью-Йорке нет деталей на Жигули. Поэтому у меня есть маленький запас. Там это не советские детали, но советские на машине стоят. Некоторые тут советские, вот, например, бегунки здесь. А всё другое, там есть СССР, есть Россия, но это просто запас. Не дай бог что-то поломается, например, там надо будут контакты прерывателя через какое-то время поменять. Я эти поставлю, потом найду советские. Вот, запасная эмблема, там через пару лет, если выгорит, у меня будет запасная и красная запасная есть. Вот, ещё одна будет. Там трамплёр, если что, и даже есть запасной карбюратор. Это, ну, на всякий случай, на много лет машина сюда приехала, поэтому... А здесь вот такая мастерская, в принципе, здесь, где ремонтируется ВАЗ. И он тут стоит в этом гараже, а здесь отвертки разные там. Ну, всё, что надо для мастерской. И напоминаем, что эта машина в Нью-Йорке единственная, это 33-й ВАЗ, который в Советском Союзе был сделан в 82-м году. И приехал в Нью-Йорк, единственный, который в Америке. Есть там одна 2103, тройка, которая в Калифорнии, но она не в таком состоянии, она в гораздо хуже состоянии. И она, ну, не той же модели, 33-я тут 1,3 движок, а там 1,5. Вот и разница. А вот и мой ВАЗ, которым я очень горжусь. Я заранее извиняюсь за русский язык, я здесь годика, у меня... Я здесь 17 лет, у меня немножко язык, там, акцент слышен, иногда я запутаюсь, потому что долго по-русскому не разговаривал. Извиняюсь заранее, там, не критикуйте, пожалуйста. И все, удачи. Это был Роман Грудинин. Специальное видео сделано для канала Наиль Порошин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова